Проезжающий автомобиль они встречают лаем и рычат на каждого прохожего. У собак вроде бы есть хозяин, да только, видимо, ему нет дела, что плодятся они бесконтрольно и представляют реальную угрозу для соседей. Пройти невозможно, особенно ребятишкам. И вы сейчас посмотрите, сколько стало маленьких. Это изначально они на муки обреченные. Они сейчас вырастут побольше, им надо будет побольше есть. Откуда это все будет браться? Они будут злобиться. Кого еще нападали в этом телевидении? Ну, насколько я знаю, нападали. Да, да, да. Слышал такие случаи. Ребятишки вообще пройти боятся. Так вот, возле калитки, если стоишь, просит дядю, помогите пройти. По словам жителей окрестных домов, собак здесь около 20. Зачем хозяевам столько животных выяснить не удалось. Поговорить с нами так никто и не вышел. К сожалению, этот дом уже известен по скандальной истории с захватом в заложники полуторагодовалого малыша. Именно здесь в ноябре прошлого года молодой человек приставил нож к горлу двоюродного брата и требовал привезти алкоголь и свою сожительницу. Казалось бы, после этого случая неблагополучную семью должны были взять на контроль. Однако, по словам соседей, этого не произошло. Что творится за забором – личное дело. А вот проблема с собаками стала общей. Это не бездомные собаки. Вот я разговаривал с хозяйкой этого дома. Ну, вы понимаете, что какая-то категория людей. То есть, тоже социальная проблема. Она говорит, Андрей, увези их в лес. Ну, и я пристал, как я в свою машину запихиваю этих 150 собак, везу в лес и потом, значит, там оставляю. То есть, ну, проблемы же так не решаются. Они тоже не против решения этой проблемы. Просто у них нет денег. Обращались люди и в питомники, и в комбинат по благоустройству. В приютах и без того нет места. А реакция от комбината не последовала. Звонили и в питомник звонили. Они сказали, у нас нет места. Мы решили еще раз обратиться в комбинат с просьбой помочь решить проблему. Здравствуйте, это Андрей Викторович. Меня зовут Аюна, телекомпания АТВ. Скажите, пожалуйста, вот к нам обратились недавно жители... Я в отпуске. А кому я могу обратиться? Здравствуйте, меня зовут Аюна, телекомпания АТВ. Скажите, пожалуйста, по проблеме бродячих собак я к кому могу обратиться? Ага, сейчас, минуточку, я номер телефончика дам мастера по собакам. Ага, сейчас, минуточку, попробую переключить. Алло, девушка, у вас сейчас нет на месте. Вы через приемную, попробуйте позвонить. 44-58-97. Мы пробовали еще несколько раз дозвониться до мастера, но к телефону так никто и не подошел. К счастью, трагических случаев в переулке еще не было. А вот драматических сколько угодно, рассказывает Андрей Сукнев. Прохожим не один раз приходилось отбиваться и убегать от собак. Мы знаем, что в Чите произошло. С другой стороны, конечно, жалко и собак, потому что собак – это же друг человека. А как цивилизованно эту проблему решать? Ну вот, есть 13 миллионов. Интересно, с точки зрения общественности, как они расходуются. Что-то же всех касается. Ну я не знаю, нужно, наверное, дождаться, когда собака мэру укусит. Потом 40 уколов в живот мэру поставит, потом эта проблема начнет решаться, видимо, по-другому. Аюна Чертарова, Вячеслав Сердюченко, первая, альтернативная.